Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшие гравёры, которые можно купить в 2023 году. Гравёры, прямо шлифовальные машины, универсальный электроинструмент, предназначенный для шлифовки, фрезеровки, распила различных мелких деталей из разных материалов, дерева, металл, керамика, гранит и прочие, и нанесение гравировки на них. По сути является уменьшенной копией таких электроинструментов, как болгарка или дрель. В этот топ попало 10 лучших гравёров из разных диапазонов цен. Для объективности я учитывал отзывы покупателей, а для удобства выбора я разделил их на две группы – аккумуляторные и работающие от сети. Прежде чем я о них расскажу, предлагаю подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. Ну а теперь поехали! Итак, начну с лучших аккумуляторных гравёров. Пятое место этого раздела занимает борт BCT72LI91275479. Самый маленький и недорогой инструмент рейтинга, цена от 3,5 тысяч рублей. Габариты 9х4,5х21,5 см. Вес всего 260 грамм. Комплект с ключом, зарядным устройством и насадками весит меньше полукилограмма. Функционал, благодаря комплектным насадкам, максимально доступен из коробки. Пятиступенчатая регулировка скорости от 5 до 20 тысяч оборотов в минуту позволяет работать с любым материалом. Есть светодиодная индикация выбранного режима – подсветка рабочей зоны. Модель стоит рассматривать как вспомогательный инструмент при проведении тонких работ. Используется для подточки корпусов и деталей электроники. Как гравёр откровенно слаб, с металлом справляется с трудом. При сверлении уходит в аварийную защиту от перегрева. Есть претензии к качеству сборки, поэтому отдаём ему лишь пятое место. Хотя если в приоритете экономия, обрабатывать твёрдые металлы вы не планируете, вариант неплохой. Четвёртое место занимает Einhell TEMT 7.2LI 4419330. Обладатель звания «Лучшая комплектация» этого рейтинга. В комплекте набор аксессуаров из 57 предметов в кейсе. Правда, насадки, по утверждению пользователей, недолговечны. Большая часть потребует замены в первые несколько месяцев работы. А вот к качеству исполнения самого инструмента претензий нет. Надёжный, мощный, обороты регулируются в диапазоне от 5500 до 26000 оборотов в минуту. Регулируется при помощи кнопок «плюс» и «минус». Скорость отображается светодиодным индикатором рядом с режимом работы. Есть индикатор зарядки аккумулятора, меняющий цвет с зелёного на красный при низком уровне заряда. Есть подсветка рабочей зоны. Автономность оставляет желать лучшего. На самой высокой мощности работает менее 30 минут. Цена – 9000 рублей. По качеству исполнения значительно лучше, чем борт. Готов к работе из коробки. Отличный вариант для новичков опробовать в действии многочисленные насадки, чтобы понять, какие пригодятся в работе в дальнейшем. Их качество посредственное, они практически одноразовые. Впрочем, конкуренты из топ-3, кроме Dremel, не предлагают в комплекте и такого. Поэтому считаю Einhell оптимальным по соотношению цена-качество, хоть и отдаём лишь четвёртое место. На третьем месте стоит DeWalt DCG-426N. Профессиональный инструмент, разработанный в США, производство которого налажено в Китае. Отличается эргономичностью корпуса, большим количеством прорезиненных деталей, включая вставки на цанге, что исключает люфт и вибрацию насадки. Имеет три режима работы. Частота вращения – 10 000 оборотов в минуту на первой скорости, 17 500 на второй, 25 000 оборотов в минуту на третьей. Управление – ползунковый переключатель, включение курком. Никакой индикации не предусмотрено. Зато есть плавный пуск и электронная защита двигателя. Предусмотрена подсветка рабочей зоны. Цена – 20 500 рублей. Хороший инструмент, но есть проблемы с эргономикой. Нужно постоянно держать курок. Нет никакой индикации. В комплекте нет даже аккумулятора, что недопустимо при ценнике в 20 000 рублей. Если докупить все необходимые насадки, аккумулятор, то это выльется в 30 000 рублей. На мой взгляд, неоправданно дорого. Производитель делает акцент на качестве, бесколлекторном двигателе, исключении чрезмерного нагрева, долгой эксплуатации, но эксперты и пользователи сходятся во мнении, что это не стоит таких денег. Альтернатива – следующая модель рейтинга. Продается с минимальной комплектацией, но по цене почти втрое меньше. На втором месте стоит Интерскол ПШМ-818ВЭ. Российский инструмент с бесщеточным двигателем отличается уровнем КПД, низким уровнем шума, надежностью и долговечностью. Оснащен ли он слайдерным аккумуляторным блоком, увеличенный ресурс и быстрая зарядка – 1 час. Кроме этого, аккумулятор можно использовать для других совместимых инструментов бренда, существенно экономя в дальнейшем. Примечание. Модель продается в комплектации без аккумулятора для тех, кто приобрел другой инструмент бренда раньше. Число оборотов диска регулируется в диапазоне от 8 000 до 26 000 в минуту. Шесть рабочих режимов. Переключается последовательным нажатием одной кнопки. Включение и выключение – ползунковый переключатель. В комплекте две цанги на 6,8 мм. Цена – 7,5 тысяч рублей. Производитель позиционирует модель для работы с деревом. На практике он хорошо показывает себя и с металлом, и с керамикой. Главное – не превышать допустимый диаметр оснастки. Согласно проведенным тестам, машинка будет работать с ними, но есть риск перегрева и преждевременного износа моторного блока. При штатной работе нагрев, шум и вибрация – минимальные. Преимущество – наличие бесколлекторного двигателя. Лучшим аккумуляторным гравером стал Dremel 8220-1-5. Лучший с позицией комплектации инструмент. В базовой версии – кейс, запасной аккумулятор, шлифовальная лента и насадка 13 мм, зерно – 60 мм, шлифовальный камень – 9,5 мм, отрезной диск – 32 мм. Держатель, приспособление – комфорт-гард для защиты от пыли и искр, леон-аккумулятор. Есть продвинутые модификации с дополнительным набором насадок и оснастки. Частота вращения на холостом ходу от 5 до 35 тысяч оборотов в минуту, что позволяет обрабатывать любые материалы. Регулировка ползунком бесступенчатая. Есть светодиодная подсветка рабочей зоны. Особенность – работа от собственной батарейки. Не забывайте выключать, иначе придется часто менять элемент питания. Заряд основного аккумулятора визуально просматривается при помощи трех зеленых светодиодов. Цена – 20 тысяч рублей. Выбор пользователей Яндекс.Маркета. Из нареканий – высокая цена, но она оправдана комплектацией и качеством. Если вы не готовы платить за бренд, обратите внимание на Интерскол. Если главное – большой выбор насадок, выбирайте Айнхелл. Но будьте готовы к посредственному качеству расходников, заметному нагреву и шуму во время работы. Если речь идет о максимальной экономии, выбирайте борт. Но помните, что преимущественно он предназначен для работы с деревом и мягким металлом. Мощности для обработки стали, гранита и керамики будет недостаточно. Да и к качеству исполнения у экспертов и пользователей есть претензии. Ну а теперь перейдем к лучшим гравером, работающим от сети. Пятую строчку занимает DECO DKRT 200E 063 1416. Бюджетный китайский инструмент, готовый из коробки выполнять любые задачи. В комплекте набор из 175 насадок и приспособлений. Шестигранный ключ, запасной комплект угольных щеток, гаечный ключ, насадка для прецизионной резки, две цанги, комплекты алмазных шлифовальных шарошек, отрезных шлифовальных и абразивных дисков, отрезных стальных дисков, отрезных абразивных дисков, войлочных полировальных кругов, цилиндров, фрез, сверл и многое другое. Качество посредственное, но учитывая количество, набора любителю хватит на первый год работы. Достойная мощность позволяет использовать инструмент для любых работ и материалов. Количество оборотов регулируется в диапазоне от 8 до 32 тысяч оборотов в минуту поворотным колесиком. Цена – 2500 рублей. Модель подойдет для новичков. Мастера с опытом нашли массу недостатков. От сомнительного качества комплектных насадок, чрезмерного нагрева при длительном использовании, до люфта патрона, из-за чего выполнение точных работ усложняется. Причина, по которой модель в рейтинге – его цена. Если это ваш первый игровер, вы не уверены, что будете использовать его часто и хотите экономить? Это ваш выбор. Профессионалам следуем присмотреться к моделям из ТОП-3. На четвертом месте стоит Ресанта G180EG. Инструмент отечественного производства, отличающийся от конкурентов пятилетней гарантии от производителя и двумя цангами в комплекте – 2,3 и 3,2 мм, что существенно упрощает подбор аксессуаров и насадок. В комплекте – кейс, гибкий вал, штатив и набор самых необходимых насадок. Мощность регулируется поворотным колесиком в диапазоне от 9 до 34 тысяч оборотов в минуту. Есть блокировка вала для удобства смены насадок. Цена – 4200 рублей. К самому инструменту, качеству сборки, надежности, претензий нет. А вот все комплектующие от цанги до насадок выполнены из некачественных материалов. Быстро приходят в негодность. На третьем месте стоит Зубр ZG160KN41. Это практически копия предыдущей Ресанты с технической точки зрения. Отличается цветом корпуса и отсутствием второй цанги в комплекте. Здесь только одна на 3,2 мм. В комплекте – гибкий вал и базовый набор насадок. Предусмотрен быстросъем щеток. Регулятор мощности в диапазоне от 15 до 35 тысяч оборотов в минуту. Выполнен в форме поворотного кольца. Цена – 3900 рублей. Подойдет для нечастого использования в быту. Точность работы и качество насадок в комплекте оставляют желать лучшего. В данном случае еще и цанга лишь одна. И снова неоправданно задранный ценник. Серебряную медаль забирает вихрь G160GV. Еще один инструмент из России. По комплектации, техническим характеристикам, органам управления сопоставим с двумя предыдущими конкурентами. Претензий к качеству самого инструмента не возникает, чего не скажешь о насадках и приспособлениях. Гибкий вал люфтит и греется. Насадки – одноразовые. Цена – 2600 рублей. Пользователи выдвигают к модели все те же претензии, что и к обладателям четвертого и третьего места. Но стоит она более чем на 1000 рублей дешевле при сопоставимых характеристиках и комплектации, что и стало решающим при распределении мест между этими моделями. Очевидно, что вихрь более популярен среди российских пользователей из-за ценника. Первое место занимает Makita GD0600. Инструмент японской компании позиционируется как профессиональный. Предусмотрен прорезиненный корпус – система стабилизации оборотов под нагрузкой. При большем давлении на инструмент автоматически растет количество оборотов до допустимого максимума – 25 тысяч оборотов в минуту. Удлиненный корпус для удобства работы в труднодоступных местах – защита от случайного включения. Цанговый патрон на 6 мм. Гравер сложнее конкурентов и с точки зрения технической начинки. Встроенная электроника для автоматической регулировки числа оборотов, двойная изоляция, двигатель и подшипники защищены от загрязнений. Конечно, и качество сборки несопоставимо с конкурентами. Но и цена кусается – 7600 рублей без всякого технического оснащения. Инструмент бюджетный в модельной линейке производителя и самый дорогой в этом разделе рейтинга. Мы включили его как альтернативу для профессионального длительного использования. Для бытовых целей вполне подойдут предыдущие участники рейтинга. И дешевле, и расходники на первое время есть в комплекте. Первое место для Makita GD0600 – за качество, надежность и высокую оценку от экспертов и пользователей. Минимальный процент брака и недоработок – самое то для профессионалов, которые сами смогут подобрать себе необходимую качественную оснастку. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор.